МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это все отрабатывается по мере необходимости. Мы же работаем с луисскими частями, которые там. А Владимир Ружицкий провел прием жителей. Я считаю, что все очень доступно. Кабинеты почти все находятся рядом. И все это очень быстро. Все вполне комфортно. Теперь первый этап диспансеризации можно пройти всего за 2 часа. Об этом расскажет Луиза Егей-Азарян. Мальчики играют по швейцарской системе, а девочки, так как их небольшой коллекционер, они играют по круговой системе. Первенство люберец по быстрым шахматам состоялось в Дворце спорта «Триумф». А теперь подробнее об этих и других новостях. В Подмосковье стартовал пилотный экологический проект, в рамках которого проводится инвентаризация промышленных зон. Все объекты негативного воздействия на окружающую среду должны встать на учет. За процессом следили мои коллеги. Вы являетесь представителем данной организации? Да. В Министерстве экологии и природополиции Московской области. А что вы хотите? Проводится надзорное мероприятие по выявлению предприятий, которые не стоят на госучете, и являются источниками негативного воздействия. Госинспекторы проверяют документы и напоминают о необходимости постановки на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду. Ряд предприятий до сих пор не включены в реестр. Старт новому экологическому проекту дали в Люберцах. Люберцы наиболее восприимчивы к всем вопросам, которые мы стараемся в направлении охраны окружающей среды, отработать со стороны Министерства экологии. Администрация округа поддерживает все те законодательные требования, которые существуют в действующем законодательстве Российской Федерации, ну и, собственно, все инициативы Министерства экологии. Предприятие должно провести инвентаризацию выбросов и сбросов, заполнить заявку и встать на учет. Плата за негативное воздействие распределяется в федеральные, региональные и муниципальные бюджеты. Непосредственно эти финансы, которые будут поступать в наш бюджет, будут использоваться целевым образом только на решение вопроса экологии нашего округа. Во время проверки инспекторы не только информировали о необходимости постановки на государственный учет, но и выявляли источники загрязнения атмосферного воздуха. Необходимо понять, по какому критерию отнести объекты к постановке на учет. Это либо сбросы, либо в водный объект, либо в приток какой-либо крупной реки, либо это котельное отопление, которое делает выбросы в атмосферный воздух. По результатам проверки и анализам в лаборатории, в случае выявления административных нарушений будут выдаваться предостережения нарушителей. До конца года в городском округе Люберцы проверят все промышленные зоны. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Современные технологии и средства коммуникации значительно упрощают жизнь человека, но в то же время создают дополнительные возможности для дистанционных мошенничеств. Вместе с количеством IT-преступлений растет и количество способов обмана доверчивых граждан. Представители Межмуниципального управления МВД России Люберецкой в очередной раз напомнили о некоторых из них. Звонок от сотрудников банка, полиции, псевдопродавцы или покупателей интернет-товаров, родственники, попавшие в беду. Сценарии обмана разные, но результат одинаковый. Доверчивые люди продолжают идти на поводу дистанционных мошенников и переводят на их счета колоссальные суммы. За 22-й год было совершено на 1010 преступлений. Конечно, мы раскрыли ряд преступлений, которые совершили по данному виду преступления. Более где-то 200 с лишним преступлений раскрыто. Понятно, что нет процента раскрываемости, но то, что граждане сами совершаете эти действия, ни с кем не согласовываете. В прошлом году по статье 159 на территории обслуживания Люберецкой полиции возбуждено 702 уголовных дела. По сравнению с предыдущим 2021 эта цифра больше почти в два раза. Более распространенные у нас виды мошенничества это когда звонят жителям и представляются сотрудникам банка. Потом переключаются на сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры. Якобы кто-то из посторонних людей берет на него кредит в каком-то банке. Уверяют людей сходить, взять кредит либо свои деньги положить на какие-то счета. Ситуации бывают такие, когда звонят и номер может высвечиваться действительно сотрудников каких-то подразделений. При таких подозрительных звонках сотрудники полиции советуют немедленно связываться с банком. А если речь идет о пострадавших родственниках, то нужно в первую очередь позвонить им, а не действовать по схеме злоумышленников. Очень важно сообщать обо всех фактах в полицию, чтобы помочь раскрыть и пресечь подобные преступления. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Секретарь Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. Жители городского округа обратились к нему с вопросами, связанными с оказанием гуманитарной помощи участникам СВО, работы управляющих компаний и дорожных служб. На личный прием к Владимиру Ружицкому записались 4 человека. Среди них мать военнослужащего Ольга Горлова. С тех пор, как ее сын отправился в зону СВО, она совместно с другими родственницами мобилизованных два раза собирала и передавала гуманитарную помощь. Мы сами, жены и мамы, то есть собираем, мы все сгруппировались, все в чате, переписываемся. Первую помощь гуманитарную мы отправили в ноябре, вторую в декабре, соответственно, в конце декабря, к Новому году. И вот сейчас, 10 февраля, мы отправляем третью гуманитарную помощь. Жены и мамы мобилизованных отправляют продукты, теплые вещи, предметы первой необходимости. Но бойцам также нужны тепловизоры, маскировочные сетки, газовые баллоны, дизельные генераторы, квадрокоптеры и другая дорогостоящая техника. Жительница Люберец попросила с этим помочь. Это все отрабатывается по мере необходимости. Мы же работаем с войскими частями, которые там. Поэтому тут разные есть подходы, начиная просто от каких-то продуктов питания, которые длительного срока хранения, ну и заканчивая, я вам скажу, и приборами ночного видения, и обмонированием, и автомобилями. И, значит, это по мере необходимости в контакте с командирами подразделений. Это все собирается, отправляется, да. С темой спецоперации был связан вопрос еще одной жительницы. Валентина Суркова приехала в сентябре прошлого года. Женщина более 45 лет проработала учителем начальных классов. Из-за длительного отсутствия руководство школы хочет ее уволить. Дирекция школы мне говорит, у нас сейчас, ну, как бы не было ничего там, да, а теперь сделали дистанционное обучение. И они говорят, Валентина, вы должны возвратиться домой и проводить это дистанционное обучение. Если вы не будете, вы выехали в другое государство, значит, мы вас рассчитаем. Устраиваться на работу в Люберцах женщина отказалась. Не терять надежду в скором времени вернуться домой. Владимир Ужицкий пообещал лично связаться с руководством школы, чтобы восстановить ее в должности. Вопросы остальных жителей, которые были связаны с ЖКХ и благоустройством придомовых территорий, также приняты в работу. В округе продолжает работать Центр оказания помощи семьям мобилизованных. Его открыли в конце октября на базе Дома офицеров. Наша съемочная группа отправилась в штаб по сбору гуманитарной помощи, чтобы узнать о первых результатах его работы. Это помещение не просто место, куда можно принести гуманитарную помощь для российских солдат. Здесь готовы выслушать каждого, кто ждет своего близкого с передовой. Анастасия Соловьева каждый день принимает звонки по горячей линии. Кто-то интересуется выплатами и пособиями, а кому-то нужна психологическая поддержка. Самое сложное – успокоить человека, чтобы он не делал себе хуже, самому организму. Сложно объяснить, но я обожаю просто это. Я люблю помогать. Если не можешь себе помочь, помоги другим. И это как-то еще радостнее и настроение поднимается. Еще одна обязанность волонтеров – раскладывать гуманитарную помощь по коробкам. Буквально месяц назад отсюда уехала почти тонна груза. И вот комната снова забита. Жители городского округа, представители бизнес-сообщества и власти принимают активное участие в сборе. Если мы вспомним историю, то какие-то набеги, то люди собирались и отражали. Но сегодня большая страна, и она как никогда единая, объединена сегодня. Я всем благодарен, кто принимает в этом участие, кто не безразличен, неравнодушен. И в силу своих возможностей помогает сегодня, по сути, себе и нашей стране. За три месяца из этого центра в зону СВО отправили 11 тонн гуманитарного груза. Это продукты, предметы личной гигиены, коврики, термобелье и многое другое, что сегодня так необходимо нашим защитникам. Во дворце детского творчества провели исторический час, посвященный 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда. Звучали песни военных лет, школьники читали стихи Ольги Бергольц. На встрече побывали мои коллеги. Осада северной столицы началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Голод, холод и отсутствие какой-либо связи с внешним миром не позволили фашистским захватчикам сломить дух блокадников и сдаться. 18 января 1943 года была прорвана вот здесь, в этом месте блокада. И уже с января 1943 года могли уже соединяться и какие-то части, и вывозить людей, детей, привозить какие-то продукты и какие-то боеприпасы. В результате наступательной операции «Искра» фашистов отбросили от Ладожского озера и по этой небольшой полосе проложили сухопутный коридор, который соединил осажденный город со страной. О том, что пришлось пережить жителям Ленинграда, депутат Дмитрий Дениско знает не только из учебников истории. Моя бабушка очень много мне рассказывала о тех временах. Они жили как бы за кольцом блокады, но она рассказывала, как они варили клестер, ходили на поля собирать вот эти остатки гнилой картошки. За весь период действия «Дороги жизни» в Ленинград перевезли свыше полутора миллионов тонн груза и эвакуировали более миллиона человек. Поздней осенью 42-го года по «Дороге жизни» была эвакуирована и маленькая Галя Цветкова. Это очень трогательная дата и радостная, и тяжелая, и все, потому что очень много людей погибло. И все-таки мы победили, и Ленинград освободили, то есть, вернее, начали освобождать. И через год будет 80 лет, но это, конечно, дата такая со слезами на глазах. Это символ освобождения и символ победы во Второй мировой войне, потому что этот прорыв очень много что значил для победы. Через год, 27 января, в России отметят 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. 2023 год ознаменован несколькими юбилейными датами, связанными с ходом Великой Отечественной войны. В конце января в России вспоминали освобождение блокадного Ленинграда. Это знаковое событие произошло 80 лет назад. Такой же временной промежуток отдаляет нас от завершения Сталинградской битвы. 2 февраля советские войска победили в самом кровопролитном сражении в истории человечества. Наша съемочная группа посетила школу номер 28, где в честь Дня воинской славы прошел патриотический концерт. 2 февраля в расписании 28-й школы внесли изменения. В 10.30 в актовом зале прошел урок «Концерт по истории», посвященный знаковому событию, изменившему весь ход Великой Отечественной войны, а значит, изменившему судьбу каждого из нас. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. На сцене учащиеся младших, средних и старших классов. Их выступления состояли из нескольких блоков. Важные исторические справки, отрывки из фильмов, короткие рассказы о героях той битвы пересекались с песнями, стихами и танцами. В нашей школе это традиция. Военно-патриотическая работа является у нас сильнейшим аспектом в воспитательной работе. И в этом году очень много памятных битв. И мы готовили битву за Москву 5 декабря. Сегодня мы подготовили битву за Сталинград. Готовились к этому мероприятию всего лишь три недели. То есть сам энтузиазм ребят, он свернет горы. И это очень приятно в наше время и очень актуально. За 40 минут дети не просто рассказали о ключевых событиях той битвы, но и сумели в полной мере передать эмоции и погрузить своих одноклассников в те страшные героические годы. И зрители, и сами артисты с помощью этого концерта открыли для себя много нового. Было очень атмосферно. Я теперь всегда буду помнить, сколько крови было пролито, что вообще было. И как это было сложно. Очень понравилось. Я пела песню. И когда я ее пела, у меня она очень проникла в душу, и мне самой хотелось плакать. Поначалу волнуешься, когда выступаешь в начальных классах. Но по-настоящему ты выступаешь, когда выступаешь перед своими ровесниками, перед старшеклассниками в основном. Тогда уже они искренне радуются за тебя и питают информацию. Очень трогательной и очень запоминающейся вещью стал хоровод из детей. Этот каменный хоровод, который вот чудом сохранился, Оно очень сильно отложилось у меня в памяти. Мне правда запомнилось, потому что это невероятно, что вокруг развалины, а дети танцевали. Подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года-2023». Кто справился со всеми конкурсными заданиями и стал победителем, расскажет Богдан Колесников. В этом году на звание «Педагог года» претендовали 35 человек, 16 учителей и 19 воспитателей. В течение двух месяцев они участвовали в мастер-классах, проводили открытые уроки, классные часы и педсоветы. В эту профессию идут люди очень способные, люди, которые любят других людей. Наша задача, члены в жюри, увидеть вот эту степень профессионального умения, общаться с детьми, уровень коммуникации, уровень знания предмета, уровень методического профессионализма. То есть все это очень важно для конкурсанта. С творческими испытаниями на отлично справились 10 человек. И теперь они в финале. Среди гостей праздника победитель самого первого в Люберцах «Педагога года». Три десятилетия назад конкурс проходил по другим правилам. Он проходил со сцены вживую. То есть умение работать с залом, умение говорить, умение представлять себя. То есть это вот срезал хлопушку, получил задание. И что хочешь, то и говори. Хочешь живи, хочешь не живи. Этот процесс, он затягивает. И поэтому этот конкурс дает именно силу профессиональной деятельности и роста педагогического мастерства. До начала секунды зрительный зал встречает аплодисментами всех конкурсантов. Если вы с нашими детьми проходите весь этот путь, они видят сейчас вас здесь. Кто-то есть в зале, кого-то нет, но они с вами вместе. И, соответственно, вера в то, что их педагог самый лучший, поддерживает вас на протяжении всего этого конкурса. Как для детей, так и для их родителей. Каждый из вас уже победитель. Лауреатам вручили дипломы и подарки. Финалисты волнуются. Им еще предстоит показать свое мастерство в работе с детьми и залом. Если мы с тобой, Финалисты выходят на сцену по очереди. Каждому предстоит пройти последние испытания муниципального этапа конкурса. Именно оно поможет членам жюри определить лучшего из лучших. Друг на уроке важная тема. Ее вы поймете, вообще не проблема. Победителями стали учитель математики гимназии номер 56 Сергей Фролов и воспитатель дошкольного отделения 27-й школы Мария Агапова. Для меня это было настолько неожиданно, что в первую очередь, конечно, я хочу поблагодарить всех организаторов этого прекрасного конкурса за такие эмоции, свою любимую команду, потому что они проживали это все вместе со мной. Их только не было вместе со мной на конкурсных испытаниях, но мы через все прошли вместе с ними. Неожиданно, очень честно для меня, что стану победителем. Серьезно не ожидал, так как конкурсанты были очень достойными, все-таки серьезными, я считаю. Это непередаваемо одним словом. Победители представят городской округ Люберцы на региональном этапе конкурса. Он пройдет весной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. А по результатам творческих заданий в номинации «Воспитатель года» первое место завоевала Мария Агапова, воспитатель дошкольного отделения Люберецкой школы номер 27. О детской мечте, которая воплотилась в жизнь, смотрите в сюжете моих коллег. Так, ребята, у нас с вами утро. Для этого нам нужно что? Да, вернуться. Потянулись к солнышку высоко-высоко. Работать с детьми Мария Агапова грезила всегда. И примером для нее были мама и тетя, которые посвятили жизнь воспитанию подрастающего поколения. Я помню, как еще после школы я приходила к маме в детский сад, делала уроки, чуть-чуть поделала уроки, и все равно возвращаюсь к детьми на игру. Я всегда была окружена детьми, даже в среднем, старшем возрасте, мне это было интересно. Меня все равно к ним тянуло. И мечта Марии Агаповой три года назад притворилась в жизнь. Как добрый волшебник, она приоткрывает детям дверь в мир интересного и познавательного, учит их простым, но очень важным вещам. Общаться друг с другом, правильно вести себя за столом и на прогулке, играть, рисовать и читать. Воспитатель должен суметь подобрать ключик каждому ребенку, найти с ним общий язык, окружить заботой, нежностью и вниманием. Наша задача – привлечь детей, чтобы детям было интересно, чтобы каждое занятие было наполнено такой энергией, таким интересом, чтобы ребенок, выходя из-за стола или, например, выходя с коврика, после игры говорил «А я хочу еще, а когда будет следующее занятие?» В Люберцах на конкурсе «Педагог года» в этом году Мария Агапова стала победителем. Впереди ее ждут новые творческие испытания, которые предстоит пройти на региональном этапе весной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Экономия времени врача и пациента. Во всех поликлиниках Люберецкой областной больницы открыты кабинеты медицинской профилактики. В них можно пройти почти все исследования первого этапа диспансеризации. О том, что входит в список необходимых обследований, расскажет наш корреспондент. Я хотела бы пройти диспансеризацию. Это очень хорошо. Ковидом вы болели? Чтобы предложить вам? Нет. Обычную диспансеризацию, глубину после ковида? Антропометрическое исследование, электрокардиограмма, забор крови на уровень глюкозы и холестерина, флюорография. Женщинам также предстоит осмотр гинеколога, кто старше 40 лет, еще и мамография. Все это входит в первый этап диспансеризации. Теперь такую масштабную проверку здоровья можно пройти в течение двух часов. Все результаты исследования резюмируют. Ваш участковый врач-терапевт, оценив данные этих исследований, рекомендует вам то или иное лечение или направляет вас на второй этап в случае выявления какого-либо заболевания. Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию раз в год. Эта услуга бесплатная и не требует большой траты времени. И что самое главное, регулярное профилактическое обследование помогает избежать серьезных последствий и развития необратимой патологии. Я считаю, что все очень доступно. Кабинеты почти все находятся рядом. И все это очень быстро. Все вполне комфортно. Кабинеты медицинской профилактики открыты на базе всех поликлиник. Они работают по будням с 8 утра до 8 вечера. Записаться на диспансеризацию можно самостоятельно через портал госуслуги, а также через участкового терапевта. Луиза Эгия, Зарян, телеканал ЛРТ. Московский областной центр охраны материнства и детства вводит в свою практику батулинотерапию. Это введение специального препарата, который снижает патологический тонус мышц рук и ног. Как правило, такую методику используют при реабилитации детей с ДЦП. Подробности в материале моих коллег. Один укол помогает облегчить состояние ребенка на длительный срок. Эффект наступает уже на третий день и держится до 6 месяцев. Раньше батулинотерапию проводили только в реабилитационных центрах. Теперь эта процедура включена в перечень амбулаторной помощи. Дети до этого были вынуждены искать проведение данного мероприятия в Москве. Это было трудно, это было труднодоступно. Сейчас мы начинаем здесь. Все дети нашего округа, это Дзержинский, Раменский район, Котельники, Люберцы, Люберецкий район полностью, Лыткарина, всем им будет доступно это. Мы их будем всех ждать. Методика имеет противопоказания и требует предварительного обследования пациентов. Сейчас для детских врачей узких специальностей проводят обучающие семинары и мастер-классы. Специалисты подробно рассказывают обо всех важных этапах этой вспомогательной терапии. После этой процедуры у нас дети проходят реабилитацию, курсы массажа, ЛФК, физиолечение. И это дает им способность убрать спастичность в ручках, в ножках. И детям лучше становится. Я жду только положительных моментов от лечения. И будет лучше, будет с моим маленьким пациентом. На данный момент батулинотерапию проводят только в первой детской поликлинике на улице Побратима, в дневном стационаре неврологического отделения. После обучения специалистов препараты поступят и в остальные структурные подразделения Московского областного центра охраны материнства и детства. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Первенство городского округа по быстрым шахматам среди юношей и девушек прошло во дворце спорта «Триумф». Это ежегодное мероприятие, на котором выявляют сильнейших игроков и определяют, кто будет отстаивать честь округа на региональных соревнованиях. 37 мальчиков и 11 девочек – это сильнейшие представители шахматной федерации городского округа «Люберцы». Борьба за звание лучшего и мозговой штурм продлится несколько часов. Каждому участнику предстоит сыграть 9 партий. Мальчики играют по швейцарской системе, а девочки, так как их небольшое количество, они играют по круговой системе. Но все равно контроль времени 10 минут плюс 5 секунд на ход. Обсчет рейтинга Российской шахматной федерации. Есть возможность выполнения спортивных разрядов, вплоть до 2-3 разряд могут выполнить. Все участники не старше 18 лет. Они распределены по нескольким возрастным группам. В каждой категории определятся сильнейшие. Но только один шахматист заслужит право быть основным участником областных соревнований. Среди этих детей уже есть кандидаты в мастера спорта. У четверых ребят первый взрослый разряд. Они не только показывают высокий уровень подготовки, но и ставят перед собой большие цели. Я хочу стать сильным шахматистом. Буду заниматься еще достаточно много времени. Я думаю, шахматы всегда будут со мной. И хочу стать гроссместером и постараться побороться с Магнусом Карлсоном. Вообще с сильными шахматистами России и всего мира. Сейчас у меня первый взрослый разряд на данный момент. Я неплохо поднял рейтинг. Сейчас мой уровень примерно 1950. На сегодняшний день Федерация шахмат городского округа Люберцы объединяет около 500 детей и 100 взрослых. На протяжении последних пяти лет спортивное сообщество признают лучшим в Московской области. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» проходят всероссийские соревнования РФСО «Спартак» по боксу среди девушек. За участие в финальных схватках поборются 180 спортсменок из 25 регионов России. Как прошел первый день состязаний, узнали мои коллеги. Парад спортсменов и приветственные слова. Во дворце спорта «Триумф» стартовали ежегодные соревнования российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по боксу. Занимайтесь. И мы всегда будем с вами рядышком уважать вас и любить. Желаю спортсменам хороших выступлений, тренерам поддержки, судьям беспристрастности, а зрителям хорошего зрелища. Алина Романова занимается боксом почти 6 лет. В прошлом году на соревнованиях РФСО «Спартак» завоевала серебро. Сейчас по результатам предварительных боев одержала победу. Самым трудным было, что очень много ударов и тяжело это отбивать, просто перебивать очень тяжело. У меня с детства такая тяга к спорту прям огромная. И я маму попросила вот пять лет, но в пять лет она мне еще не решилась отдавать. Вот в восемь лет она меня отдала. Если девушки хотят заниматься боксом, почему бы и нет? Вообще у спорта нет пола и почему бы и нет, если это нравится. В напряженных поединках боксеры проявили свое мастерство и волю к победе. Каждая спортсменка готова стоять на ринге до конца. Помимо технических приемов нужен еще в первую очередь характер. Настоящий боксерский характер, который отрабатывается на тренировках и в данных соревнованиях, в боях. Вот это все вкупе и даст победу. Соревнования продлятся семь дней. Бои сильнейших спортсменок пройдут 5 февраля. Победители определят по четырем возрастным категориям. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова